Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. У Твери наконец-то появится дизайн-код. То есть, насколько я, по крайней мере, понимаю, до начала эфира, мне также объясняют, как и вам, дорогие телезрители, город, на что называется, причешут под единый стиль. Для чего это нужно? Что будет? На каких улицах? Об этом мы сегодня и поговорим. Вы можете нам звонить по телефону 3190. Что вы думаете по поводу единого дизайна? Нравится вам или нет наша городская эстетика? Вывески, окраска фасадов, вообще состояние и так далее. Что вы думаете? Так что звоните 3190, телефон прямого эфира. А пока хочу представить гостей студии. Это Андрей Викторович Гаврилин, заместитель главы администрации Твери. И Алексей Евгеньевич Жоголев, начальник департамента архитектуры и градостроительства попросту говоря, главный архитектор нашего областного центра. Добрый день, господа. Спасибо, что нашли время в вашем напряженном графике, выкрыли, чтобы прийти к нам. Дорогие телезрители, 3190, звоните, задавайте ваши вопросы. Ну что же, господа, у меня вот сразу прям куча к вам вопросов. Вообще, чем была вызвана необходимость? Ну, вы же сказали, причёсываться надо. Надо всё-таки. Конечно. Вот это и есть та наша расчёска, которая для города должна начать играть определённую роль. Мы хотим, чтобы город был красивый, мы хотим, чтобы он был ухоженный, чистый. Ну, первый шаг, наверное, надо начинать вот с самого яркого безобразия, что ли. А это вот такой визуальный информационный мусор, который создаёт наша совершенно неорганизованная навигация в городе. То есть, вот это информационные конструкции, ну, они же, тиреи, наверное, и рекламу, будем так говорить. То есть, все эти вывески, указатели, штендеры, фонари, как говорят рекламщики, световые коробы, попросту говоря. И фонари, и столбы, и указатели, и, наверное, и провода. Это всё, в общем-то, всё одного единого поля, как бы вот вся вот этот визуальный шум. И вот с этим визуальным шумом нам и надо как бы вот сегодня начинать вести диалог. То есть, это, конечно, не делается быстро, это делается плавно, постепенно, начиная с уговоров, там, дальше какие-то другие могут быть, в общем-то, способы диалога. А вы двое-то еще спешу, как вы соберётесь, конечно, цивилизоваться. Но это необходимо делать, если мы хотим, чтобы у нас город становился цивилизованным. Чтобы мы шли по европейскому, а не по азиатскому пути развития. Ну, давайте я дополню Алексея. Мы все бываем в различных местах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и за границей. И, как правило, нас восхищают центральные части этих городов, которые ухожены, благоустроены, по ним ходит масса туристов. И общее впечатление, позитивное, оно складывается во многом благодаря тому, что фасады и вывески, они все приведены к какому-то единому шаблону, к требованию. Вот это как раз и называется дизайн-код. И поскольку мы одним из направлений развития города Твери и Тверской области видим туризм, увеличение нашей привлекательности для туристов, для организованных групп, то внедрение дизайн-кода – это один из шагов, который должен способствовать нашей привлекательности. – Я бы тут, наверное, добавил, что скорее слово «шаблон» – это некая канула, потому что, конечно, вывески не должны быть шаблонными, они должны быть интересными, красивыми, более того, могут быть и неожиданными. То есть здесь нет каких-то жестких ограничений. – Что вот это прямоугольник с надписью ИП ИМАНОВ. – Да, но при этом как бы единый стиль и соответствие фасадов. Стиль с созданием имеется в виду, чтобы было соответствие. Тогда у нас как бы соподчиненность конструкции этих, с фасадом, с архитектурой, она задаст то, что нам надо. Вот эту гармонию городской среды. – Скажите, а это вообще в России уже есть города, где именно дизайн-код? – Да, это, в общем-то, не наше открытие. У нас, в общем-то, много таких наработок. Там Казань очень серьезно занималась этим, Москва, естественно. Есть там и в других городах, Екатеринбург, Белгород, Саратов, Санкт-Петербург. – Дело в том, что, в принципе, это как бы веяние времени, которое не просто вот так вот веяние, оно как бы продиктовано необходимостью юридически каким-то образом закрепить необходимость контроля за всей этой информационной системой в городе. Потому что иногда владелец магазина или какого-нибудь офиса и так далее, он не понимает, почему от него требуют каких-то изменений. Почему, если он имеет 10 квадратных метров в подъезде и вешает оршинными буквами написанную надпись «Мир сумок», почему это неправильно, почему от него требуется отношение к своему товару не как продающемуся на вес, а как штучному, красивому какому-то элементу. То есть надо уважать и себя, и свой товар, и свое дело, и людей, которые, в общем-то, в этом городе живут. Андрей Викторович, а вообще, вот сейчас назвали городами, согласитесь, все-таки, ну, к примеру, та же самая даже Москва и Петербург, на мой взгляд, разные города. Почему? Ну, потому что Москва, она вроде считается историческими городами, но там, как говорят архитекторы, все, что можно было напорчить, там давно напорчено. Вот этого единого ансамбля давно уже нет, когда там же, знаете, рядом стекляшка современная, брежневка, хрущевка, сталинка, палаты боярские 17 века, опять сталинка и так далее. А Петербург, к примеру, все-таки, это такой город, где более-менее единый стиль все-таки присутствует, тоже много чего напорчено, но все-таки. То есть это более-менее одной эпохи дома, ну, 200 лет вот эти, начиная с 18 века, заканчивая модерном. Вот, соответственно, и, мне кажется, дизайн-код должен различаться для этих городов. То есть, грубо говоря, условно говоря, современные города, условно говоря. Екатеринбург, где уже тоже там и Небоскребов понаставили, и вот, к примеру, то же самое Петербург, соответственно, Тверь. Конечно, конечно. Я готов ответить. Здесь, конечно, должен быть раздельный подход. Если мы будем во Владимире и посмотрим в центральную улицу, которая во многом схожа с нашими центральными улицами, там один тип вывесок. Если это Москва, причем не в центре города, а где-то уже ближе к третьему кольцу, там, конечно, другая архитектура, и там немножко отличаются требования и по шрифтам, и по размерам, и так далее. Масштаб зданий другой. Санкт-Петербург, он, кстати, наверное, здесь является уникальным с точки зрения опыта внедрения дизайн-кода. У них требования внедрены во всех районах, и не только в центре. Даже на окраинах, да, есть примеры, где уже современные вывески в виде вот этих вот отдельных букв, которые смотрятся даже на современных девятиэтажных домах, вполне себе лучше по сравнению с тем, как бы они выглядели, если бы вот как в Твери во многом располагались. В тех городах, которые мы назвали, там, Белгород, Саратов, Казань, дизайн-код касается отдельных улиц, как правило, исторических, да, те, которые носят статус пешеходных, где как раз наибольший туристический поток. Казань, улица Бауман, да, например? Да, где наибольший туристический поток. Вот, и мы именно по этому пути пошли в городе Твери. Как вы знаете, у нас требования к вывескам касаются всего лишь пока восьми улиц. Это... Давайте их озвучим телезрителям. Это наша Трехсвятская пешеходная улица. Наверное, она самая широко посещаемая туристами и горожанами. Это Вакжаново-Советская, Софья-Перовской и Тверской проспект. Та самая прямая, которая соединяет... Проспект Калинина. Да, проспект Калинина. И проспект Чаковского, и Тверской проспект. То есть, те улицы, которые имеют наибольший трафик, автомобильный, пешеходный, и которыми пользуются большинство жителей нашего города, а также туристов. Вот, и мы специально пошли по пути, значит, усеченного количества улиц, для того, чтобы проанализировать, как это будет, когда мы внедрим дизайн-код. Вот, мы даем год на то, чтобы все эти нововведения были реализованы. Соответственно, если опыт будет успешным, а мы очень надеемся на это, то постепенно мы будем добавлять в этот перечень дополнительные улицы. Мне, мои коллеги, пока извиняюсь, что у нас сейчас должна быть реклама. Так что, три минуты, дорогие телезрители, вы не переключайтесь. Сегодня мы говорим о дизайн-коде, попросту говоря о том... Вот, мне интересно, ваше мнение, что вы думаете, должны ли как-то вывески быть более-менее унифицированы как-то? Должны ли они учитывать специфику конкретно улиц, ну и вообще нашего старинного города Тверь? И что вы думаете о дизайне наших улиц? Звоните в телефон 3190, пока реклама, три минуты, не переключайтесь. Дорогие телезрители, у нас, как видите, разговор продолжается. И вот у нас кто-то уже позвонил. Последуйте в этом примеру, пока слушаем первый звонок. Слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас поймала тему, случайно, и осталась на вашей волне, потому что действительно она очень интересная и очень необходимая нашему городу. Вывески, реклама... Пропали бы что-то. Да, да, слушаем вас. Да. Но помимо рекламы и вывесок, еще хотелось бы обратить внимание на фасады наших зданий. Особенно в центре. Они настолько в ужасном состоянии, что просто стыдно. И если их привести в порядок, наш город будет, наверное, самым красивым. Ну вот совершенно верно. Спасибо вам большое. Звонок. Стоит сейчас убрать те вывески, которые пока покрыли наши фасады, то под ними откроется не самое благоприятное такое зрелище. То есть они, конечно, у нас фасады все в состоянии, имеют очень такое печальное. Поэтому, конечно, создавая новый вот этот вот визуальный ряд, нужно, конечно, заниматься и фасадами. Ну, я могу здесь прокомментировать то, что если у здания есть один собственник, то, как правило, этот вопрос решить проще. Потому что он сам принимает решения, он сам может выполнить все необходимые работы по приведению фасада в нормальный вид. Не всегда выполняют. Не всегда просто, потому что иногда чего просто и что. Вот у нас здание одного из министерств на бывшей сельской площади оштукатурили два фасада, а еще два почему-то вот... Я вас уверяю, если... Забили, что... Если собственник один... Извиняюсь, я вас перебиваю, на снова звоночек. Слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Слушай. Знаете, какой вопрос интересует? Как-то я сильно сомневаюсь, что вот улучшение, приведение в порядок вывесок сразу же увеличит туристическую привлекательность нашего города. С моей точки зрения, ну, это, может быть, сыграет какую-то роль, чисто визуальную, но это не главное в туристической привлекательности. А что для вас главное? Ну, конечно, естественно, не на вывески же едут сюда люди. Ну, да, но поэтому мне как бы немножко резанул слух, когда вы сказали, что вывески увеличат туристическую привлекательность. Это один из элементов. Основной, не основной. Вы уверены в том, что вот именно вывески дадут такой эффект? Конечно, не основной. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет. Не-не-не-не, Алексей, это как бы все понятно. Мы все читали капитана Брунгеля, там много крылатых фраз, не хотелось бы применять. Понятно, спасибо. Поэтому мне все-таки кажется, может быть, с этим городом, я знаю, уже не первый год, не первый раз пытается что-то сделать, но, к сожалению, туристическая привлекательность не увеличивается. Ну, здесь это дискуссионное утверждение, конечно. Я, например, считаю, что вообще город должен рассчитывать и преображаться не ради туристов, а ради своих жителей. Потому что, если своим жителям в городе будет приятно и интересно жить, и комфортно, то туристы сами сюда приедут, их не надо будет звать. Поэтому, конечно, рассчитывать в первую очередь нужно на своих жителей. Господа, возвращаюсь все-таки к фасадам. Правда, ну хорошо, один собственник, допустим, на него как-то можно надавить. А когда много собственников? И снова у нас телефон-звонок. Приятно, очень дорогие телезрители. Спасибо, что звоните, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот как житель Твери, честно говоря, мне напрягает, наверное, два элемента в городе. Первый элемент, это вот здесь говорили по поводу азиатского типа, а именно по поводу оптоволоконного оборудования, которое находится на столбах. Там такие лианы. То есть люди, знакомые приезжали, говорят, ну у вас практически, наверное, как в Таиланде. То есть сотовые, ну не сотовые операторы, а интернет-операторы, наверное, нужно как-то их приучать к тому, чтобы уходить под землю, а не наверху все вот эти провода прокладывать. И второй момент, что, наверное, меня как бы раздражает, то есть, понятно, то есть первый этаж какого-либо здания принадлежат там разным арендаторам. Один арендатор положил плиточку, ту, которая нравится, ну скорее всего, наверное, учредителю, и украсил фасад, там, например, в белый цвет. Следующий арендатор, буквально соседний арендатор, там выложил другую плиточку и покрасил, допустим, фасад в красный цвет. То есть вот приведение вот фасадов и вот этих плиток, да, за счет как бы арендаторов, наверное, все-таки нужно сделать как-то вот в едином ключе. То есть если вы хотите сделать рекламные конструкции, да, в едином ключе. Хотя, честно, по поводу рекламных конструкций я не совсем понимаю, ну, к примеру, как можно к единому стилю размещения рекламы привести там, ну, допустим, два разных бренда, я не знаю, там, Samsung и Mercedes, там, с их вот этими логотипами. А мы об этом еще поговорим. Я непременно... Спасибо большое за звонок, я непременно задам этот вопрос. Мы немножко ушли от непосредственно дизайн-кода, но потому что тема... Нет, они не ушли от дизайн-кода, это все туда вписывается. Ну, на самом деле, давайте все-таки к фасадам. Еще раз, как можно заставить, если собственников много, привести фасад... Вот согласитесь, у дома паспорта обеда, в конце концов, есть. Если дом барочного стиля, он должен быть, словно говоря, голубого цвета и баста, правильно? Ну, не обязательно голубого. Ну, к примеру, если он изначально голубой. Просто как... Что такое стиль, да? Стиль вообще это как? Это от конверта до самолета, когда все является проработанным в одном каком-то ключе. Вот тогда это фирменный стиль, да? Если это жилой дом или, значит, и в нем встроенные какие-то магазины, там, какие-то офисы, конечно, нужно все приводить к такому, в общем-то, виду, чтобы, начиная от тротуара, витрин и вывесок, и дальше вот это вот жилые этажи, чтобы все это читалось вместе гармонично, как единый качественный фасад. Тут нельзя говорить, что мы ограничиваемся только вывесками. Да, вывесками. Андрей Викторович, правда, как все-таки будете заставлять-то? У нас это беда в городе. Смотрите, на самом деле заставлять здесь неправильное слово. А как? Он скажет, я не буду, мне мой сайдинг очень нравится. Необходимо показывать хорошие примеры. Ну, Андрей Викторович, ну вот серьезно, плевали они на ваши примеры. У нас, к примеру, есть историческое здание, в котором раньше управление автонадзора, ОГДН. Они его обшили сайдингом. Он уже выиграл. Я еще тогда, прежней начальнице, я ей говорил, она мне поклялась, что вот сейчас все сделаем. Уже 4 года прошло, не будут, не будут. Вот им вот все равно. Конечно, мы предусмотрели на этот случай, на этот случай мы предусмотрели мероприятие. У нас есть год, в течение которого собственники информационных конструкций должны их привести к новым требованиям. Соответственно, в течение этого года мы будем и кнутом, и пряником работать со всеми собственниками. Да, 8 улиц. Мы будем с ними встречаться, проводить обучение, давать рекомендации. И, соответственно, после этого они смогут уже предпринимать какие-то действия. Правильно, далеко не всех архитектурных образований художественных. Дополнительно, нас могут обвинить в том, что мы опять пытаемся обобрать бизнес, как-то ущемить. Только я потратился на сайдинг, а они тут негодяи. Мы на эти цели предусмотрим в следующем году в бюджете деньги на компенсацию части расходов предпринимателей, которые они понесут в результате вот этих переработок, переделок. Мы сейчас как раз будем защищать бюджет, и в бюджете на 2020 год сумма будет в районе 2 миллионов рублей. Если одну вывеску предприниматель сделает за 50 тысяч рублей, мы компенсируем половину. Если сделает за 100 тысяч рублей, тоже компенсируем половину, но не более 50 тысяч рублей. А это адекватно? Я просто не знаю, сколько вывесок стоит, Алексей Евгеньевич. Сколько вывесок стоит? Сколько разного. Я понимаю, что если там мега-неон... Если речь зайдет о компенсациях, сейчас вывески начнут стоить очень дорого. Не, ну может они сейчас послушают предпринимательство и скажут, что вы что, вывеска самая дешевая 500 тысяч стоит, условно говоря. Конечно, такого не бывает. Это зависит от количества букв, от материалов. Неон, я знаю, очень дорого стоит, к примеру. Да сейчас уж неоном... Конечно, мы предусмотрим некий потолок, выше которого мы не будем компенсировать. Все документы будем скурпулезно смотреть, но вот эта мера, она будет. По вывескам, допустим, а вот еще раз говорю, возвращаясь к несчастным фасадам, будете заставлять приводить в порядок или как? У нас механизм есть. У нас правила благоустройства есть, которые обоживают содержать фасады. Мы проводим работу, и многие оплачивают штрафы административные в результате того, что они не реагируют на наши просьбы. Не реагируют. И иногда им проще оплатить штраф. Может тогда штрафы драконовские сделать? Ну, есть. Штрафы устанавливаются на региональном уровне, и мы работаем в рамках того, что у нас предписано законодательством Тверской области. Но я хочу повторить важный момент. Там, где собственник один, с ним работать проще, потому что он может принять решение и сделать. Там, где собственников много, например, если это много, квартирный дом. Здесь сложнее, потому что необходимо либо включаться в программу капремонта, а там есть определенная очередность. Либо... Я тут недавно снимал репортажи, оказывается, можно и без очередности сделать. И вот конкретно, например, Чайковского 27, люди сделали фасад сейчас. Либо на общем собрании принимать решения и делать. И это самое сложное. Это самое сложное. Это зависит от инициативных людей, которые могут доказать, что это необходимо. А самое главное, собрать необходимый фонд и направить его именно на эти цели. А вот мне интересно, опять-таки, хорошо, сразу представим пессимистичную картину. Половине вообще наплевать, не приняли честь собраний. Половине говорят, у меня денег нет, вы что, борзели на ваш фасад и так далее. А как опять-таки решается проблема, все-таки опять фасады, к примеру, Казань, Петербург. Там за чей счет? Все говорят, что Петербург вообще очень хорошо вылезали. За чей счет там фасады? Ну, если это коммерческие какие-то предприятия, то, конечно, они принимают активные части. Ну, Алексей Евгеньевич, вы же знаете, там как Петербург, как Тверь. Тоже внизу элитный магазин, тут элитные жильцы и так далее. Или просто даже коммуналки, до сих пор они на Невском есть. Большей частью это город. Город, все-таки. То есть, муниципалитет. Потому что это еще, к тому же, памятники архитектуры. И у нас зачастую есть памятники архитектуры. И с ними очень непросто работать. Потому что не каждый собственник даже сумеет взять. И вот так вот он просто не имеет права взять ее и покрасить фасадом. Да, это тоже есть проблема. Да, это он должен сделать. Проект. Научный проект. Он должен его защитить в главном управлении по охране культурного наследия. Потом пригласить специализированную организацию, которая имеет право выполнять работу на память. И даром, что сам скажет, что я мастер штукатуры восьмого разряда, не считается. Но, к сожалению, у нас жесткость нашего законодательства, вот этого охранного, оно приводит к тому, что памятники первыми начинают разрушаться и приходят вот к такому вот положению. В этом плане я всегда привожу пример. Не такое жесткое законодательство во Франции позволяет владельцам памятников внутри зданий и снаружи производить некоторые какие-то изменения, которые его, в общем-то, продлевают ему жизнь. Они вдыхают в него новые функции. К сожалению, наше законодательство с огромным трудом идет на такие вещи. И поэтому лучше, как бы, вот этот вопрос, ну, наверное, обсуждать с комитетом или с главным управлением по охране культурного наследия. Ну, как показывает практика, у нас же сами, знаете, ситуация не меняется. Ну, вот сейчас дизайн-код про обувески, мы еще к ним вернемся. Но я говорю, вот люди, видите, фасады беспокоят. Ну, видите, правда, ну, останется по-прежнему. Потому что либо собственников много, либо собственник даже один, а ему это не надо, допустим. Ну, вот торговый центр, который покрытый вот как плесенью вот всей своей рекламы, вот они покрывают их. Ведь понимают же, что не читается, никто не найдет его там, эту организацию. Вот среди вот этой тысячи, вот как на Сретенке у нас на трехсвязке, да, вот этот вот залеплен фасад. Однажды его уже очистили, счистили все с него, он опять зарос. Ну, видимо, грибница сохранилась. Так что делать-то? Ну, как, нужно сделать концепцию размещения и четко ей придерживаться. Ну, подождите, ну, я верю, что вы разработали, но как показ проект, вы видите, говорите, как грибница осталась. Грибница, ты бы в головах самое главное, голову же не постекаешь. Я к чему. Они наплюют на вашу концепцию. И оставить свою любимую вывеску, там опять ЧП Иванов, обувь и одежда. Что делать-то будете? Штрафовать. Работать. А они скажут, а мне дешевле штраф платить, чем мою любимую вывеску содрать. Ну, вы знаете, может быть, один раз дешевле, но если это делать регулярно, то там уже начинаешь задумываться. Я просто думаю, что если он сделает один раз качественную, красивую вывеску, и которая будет в рамках регламентов, то ему потом не надо будет ни о чем беспокоиться. А красивая вывеска, она и о нем больше скажет. Ну, вот смотрите, у нас разговор идет в таком ключе, что как заставить. Да. Я все-таки думаю, что... Да, я тоже на разум больше рассчитываю. Ну, что вы, ну где вы живете? Ну, я не знаю, ну что вы, там из Европы приехали, где всю жизнь выросли? Франция, вот, ну, во-первых, и Франция сейчас уже загадили, вы знаете как. Ну, это ладно, ну не будет русский человек. Вот русский человек сначала кнут нужен, но не будет. Ну, вы же живете в Тирио уже всю жизнь, но вы видите, не будут. Они, вот вы сами говорите, содрали, они опять. Ну, не будут. Нет, мы все-таки с оптимизмом смотрим. Оптимизм базируется на каких-то мерах. Вообще, работая в этом городе, хочется любить и уважать его жителей. Поэтому мы верим, что они будут понимать. И относитесь к ней травоядно, а практика показывает, что не понимают. Один, еще раз говорю, там сайдинг, других вроде деньги есть. У нас, знаете, один магазин есть, там дорогие шубы, насколько я знаю, продаются, по-моему. Ну, практически угол Новоторска и Тверского проспекта. Знаете, этот. Да, да. Ну, прекрасный руст под шубу. Там сталинский дом, это такой пятиэтажный. На углу там вообще парфюмерный магазин. А это вот рядом. Ну, прекрасный руст под шубу. Взяли, залепили. Да, тоже вроде полированным типа гранит. Но все равно, ну, выбились из стиля вообще. Зачем? И так, по идее, прекрасная отделка, прекрасная. Это же круто. Нет, иногда можно допускать некую вольность при применении вот этого оформления входной группы, вывески. Но это должно быть все-таки всегда в рамках вот соподчинения с самим зданием. Да, а у нас, и понимаете, я вот уверен, они не будут это отдирать. Вот вы хоть там трижды будете ходить вокруг митинга, пикеты организовать, Андрей Викторович, но не будут. Им так нравится. У них такой стиль. Вот они так думают. Вы знаете, никто не отменял мнение главного архитектора. Я очень надеюсь, что мнение должно быть подкреплено дубинкой. И это мнение, оно будет подкреплено нашими административными мероприятиями. Да. Но еще раз говорю, они наступят только после того, как будет проведена большая работа со всеми, кто должен поменять свои вывески. И если эта работа не даст результатов, тогда мы будем включать уже административные ресурсы. Надеюсь. Давайте теперь непосредственно все-таки дизайн-код конкретно скажем. Вот расскажите телезрителям, что это такое дизайн-код еще раз. Дизайн-код это концепция... Вы можете описать дизайн-код, к примеру, Казани, ну или Петербурга, условно говоря. Ну, это достаточно сложные документы, потому что они наполовину юридические. Но главное в них что заложено? В них заложена концепция гармонии информационных конструкций, архитектуре и художественному состоянию, художественному облику зданий, на которых это все размещено. Очень близко все это находится с правилами благоустройства. То есть, как вы уже сами начали говорить, что да, вот плитка должна быть около здания решаться в едином ключе. А даже не только одного здания, а, наверное, по целой улице это должно решаться. Система как бы витрин, фасадов, которые имеют свою определенную какую-то цветовую характеристику, она тоже должна быть гармоничной. И раньше вообще разрабатывали целую колористику улицы. То есть, можно говорить о чем? Что вот на протяжении нескольких кварталов улица имеет вот такой вот свой колорит. Точно так же и речь идет о вывесках. Для того, чтобы они читались, чтобы у каждого свое достойное место было, вот они должны быть, в общем-то, сделаны в некой соподчиненности, что ли. Это ведь еще и уважение к соседу. То есть, вот у одного вот такими буквами написано, а у другого там скромная железная табличка Гуччи. Да, вот. Ну и как она будет смотреться рядом с этим миром сумок. Ну, мир турецких сумок или китайских. Скажите, ну, можете сказать, по примеру, что, допустим, каким вывеском улицы, я так понимаю, вы подобрали в первую очередь, ну, назовем их исторические. Центральные улицы, да. Вот. То есть, там либо просто дореволюционные дома, либо сталинские, которые у нас тоже считаются исторические здания. Скажите, вот на таких улицах каким, допустим, вывеском точно не место? Помните, в Москве лет, наверное, сколько уже, 5-7 назад начали бороться с этими огромными вот этими буквами, не знаю, в 2-3 человечек роста, вот эти Samsung и так далее. То есть, вот они сказали, что в Москве им не место. А что про Тверь можно сказать? В Питере, кстати, та же история. Ну, в свое время в Риме запретили неоновую рекламу. Неоновую именно. Да. Даже если она маленькая, как говорите, гудчи. Которая взверкает, блестит. Да, она особенная. Это вообще, ну, Рим везде Рим, да, поэтому там не говорится только об исторической там части его. А чем мотивировали? Ну, потому что он мешает воспринимать архитектуру, эту историю, вот этот вот весь, как бы, колорит именно исторический города. Вот, они начинают на себя многое брать. Сегодня мы даже не можем пока вот без этого дизайн-кода расправиться там с мигающими надписями. Ну, скажите нам, что навражает точно, чему не мест на улицах нашей исторической Твери, к примеру? Ну, давайте, Алексей меня будет поправлять. Да, конечно, это световые короба всех видов, мерцающие, мигающие. Это невозможность, значит, одного цвета увидеть конструкции на одном фасаде. То есть у нас все-таки фасад должен быть в единой стилистике. Еще часто, наверное, вы встречали, когда информационная конструкция плоская, на ней разным шрифтом, над разными окнами написано название фирм. Которое вот здесь вот находится под окном. Даже не фирм, скорее, а перечисляется товар, как вот метизы и весь ассортимент. Шурупы, гайки, болты и так далее. Вот такие вещи, они недопустимы. Затем, бывает действительно разная высота, разная ширина и разный уровень размещения этих конструкций. Это тоже недопустимо. В качестве упрощенного примера могу привести. Мы все ездим с вами по улице Советская. И там, где у нас Почта России. Почта России расположена у них на фасаде... Главпочтам, да. У нас на фасаде там отдельными буквами логотип и название организации. Вот это отличный пример того, как может выглядеть нормальная вывеска. Есть ряд аналогичных примеров и на других улицах. Кстати, в наших наглядных рекомендациях, которые мы на сайте разместили, там как раз фотографии тоже есть. Примеры. Как надо и как не надо. С Почтой-то, кстати, я не совсем согласен. На дискуссии приветствуются. Словами это достаточно сложно описать. Это все будут какие-то общие вкусовые вещи. А когда наглядно показываешь примеры, это сразу становится понятным. Что можно отнести к нормальным вывескам, а что нельзя. То есть, делая предварительный вывод верно, я понимаю, что вот с этих восьми улиц через год должны исчезнуть световые короба. Верно, я понимаю. Причем, неважно, какого размера. Вот такой, допустим, или, что называется, в полфасада дома. Какая-нибудь длинная такая надпись тоже. В основном, те, что в полфасада дома. А, то есть, в первую очередь, с ними... Здоровенные надписи должны исчезнуть. У нас есть ограничения по размеру шрифтов. То есть, шрифты, для того, чтобы они на улицах, на этих, нормально читались, не должны быть размером больше 50 сантиметров по высоте, условно говоря. Это зависит от размера дома. Ну, это, скорее всего, от... Ну, допустим, Олимп, современное здание, к примеру. От восприятия, от дистанции восприятия. Да. Конечно, невозможно говорить, что вот название Олимп, надо написать на нем это вот маленькими буквами. И двухэтажный особняк, а то и одноэтажный, к примеру. Совершенно верно, да. Не должны вот как бы все надписи всех тех магазинов, которые внутри, вылезать на фасад. У него есть имя. То есть, он называется Олимп. Зачем на нем появляются сегодня какие-то дополнительные названия? Чтобы люди знали, что внутри находится. Это все понятно. Для этого делается информационная конструкция. Опять же, отдельная, строгая, которая как навигация работает, и все на ней понятно. В качестве примера могу сказать, что если мы пройдемся по улице Трехсвятская, и обратим внимание именно на вывески, и пройдемся, например, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, по Невскому проспекту, или в Москве по Тверской, мы разительно вот эту разницу увидим. Соответственно, там сделано то, что мы хотим иметь у себя на Трехсвятской. Такой тоже вопрос. Останутся ли, на ваш взгляд, нужно ли оставить огромные вот эти баннеры с подсветкой, которые, как правило, навешаны на глухих стенах домов, допустим, торцевые фасады? То есть, надо или нет? Ну, что кто-то скажет тоже, что не место в историческом городе. Другие скажут, неужели красивая эта глухая стена огромная, которая, допустим... Ну, здесь в каждом случае нужно рассматривать, в общем-то, уникально, как говорится, специфику. Если это действительно интересный баннер, красивый, качественно сделанный, на уровне там тоже, значит, какой-то там росписи, да, вот, такой настенной. Ну, имеется в виду такой, там, суперграфики или что-то в этом роде, монументальный. Это одно. Если это просто баннер, опять же, рекламы какого-то товара, который еще неизвестно сколько висит, уже весь грязью пропитался там, вот, то, конечно, с этим надо бороться. Баннеры, это вообще, это, ну, как бы формат неисторического центра. Вот, вот эти самые знаменитые тоже баннеры 3х6, и, на ваш взгляд, не место. Есть городской формат рекламы. Не место, опять-таки, в центре Твери, сразу говорим, в историческом центре. Нет, ну, вы знаете, я специально смотрел, например, как вот эти вот, как реклама, такая крупноформатная, работает в других городах, там, в европейских, наших, российских, в Америке, там. Вот, вы видите, Дайлас, огромный город, в общем-то, там, раскрученный, там, и промышленность, и все. Смотрю, что у них вообще рекламы нет на улице. Да ладно, это мы все же думаем, как Америка, вот, там, вот, все, они давным-давно прошли это все. И у них сегодня, у них там где-нибудь на Бродвее, там, единственное здание, покрытое рекламой, как памятник, там, 50-м годам, он, его сохранили, и все. А все остальное, это, далеко ходить не надо, я не очень давно был в Калуге, и там тоже все. Споставимо. А так тут, скажем, чего мы тут с Далласом меримся? Калуга, город очень похожий на Тверь. Меньше даже еще, по-моему, почти два раза. Да, и по численности населения нет, он примерно такой же. Там 300 или 300, по-моему, ну ладно. 300 с чем-то тысяч там проживает, и центр города очень похож на город Тверь. Там нет рекламы. Вообще? Там нет ларьков. Ну, ларьков и у нас уже нету почти. И я вам хочу сказать, что впечатление, я туристом был в городе Калуга, совершенно иное. А что вот вывеска магазина, что с вами представляет? Вывески, это, как правило, отдельные буквы. То есть, условно, начинается, если это аптека, то буква А, так что ли? Да. Ну, вообще, вывеска должна быть деталью фасада. Нет, смотрите, не буквы, а отдельные буквы. То есть, мы не имеем доску, на которой написано аптека, а это отдельные несколько букв А, П, Т и так далее. Да, да, которые очень лаконично, значит, и гармонично сливаются с фасадом. И видно, что там аптека и со вкусом, и с любовью эта вывеска. А если это какой-нибудь, которых сейчас развелось в Твери, как бог весть чего, сетевой супермарк? А вот на этот... Это борьба, это война, и сегодня мы, вот уже есть надежда, мы договоримся о встрече, например, с той же Пятерочкой, и с ними проговорили, чтобы для Твери был разработан свой бренд. А они скажут, сейчас. Значит, не хотят, значит, у них сегодня не согласован ни один фасад, который они как бы нам приносят. А они их переделывают, как хотят, вот этими своими панелями. Кстати, что будете с ними делать-то? Очень просто. Я приводил в пример Санкт-Петербург. Казалось бы, это Российская Федерация, да? И если мы посмотрим, каким образом X5 представлена в Санкт-Петербурге, в одном своем городе, да, там внедрен дизайн-код. Все перекрестки, карусели, все, что относится к этой группе, они имеют на фасаде отдельные буквы. То, о чем вы говорите в Калуге? Да, есть примеры, их можно в интернете посмотреть. И никаких вопросов не вызывает. И это же касается и других организаций, ну, условно, банки, Альфа-банк, Сбербанк, Магниты и так далее. Почему же там можно так работать, а в городе Твери нельзя? Потому что мы Тверь, так как спать, что мы вообще пришли. И нам ставят зеленый портал с красной полосой, и у нас как бы вся улица от этого начинает портиться. Вот. И вот это с этим надо, конечно, разбираться. Заклеивают витрины своими картинками, а еду вешать на витрине. Я, знаете, все время, с 90-х годов, витрин для того, чтобы сквозь нее смотрели. Да. Люди, наоборот, витрины заставляют товаром, заклеивают. То есть такая дикс тратится на изготовление баннеров, вместо того, чтобы просто витрину отмыть. Ну, как я понимаю, у них сейчас изменяется немножечко подход. Они начинают товар выставлять внутрь зала, чтобы окна начинали работать на просвет. Это правильный, нормальный европейский ход. Мы даже здесь будем добиваться. В любом случае, все вот эти совершенствования – это эволюция. И понятно, что мы поставили один год. Это достаточно большой период, чтобы можно было привести вывеску в нормальное состояние. Но эта работа, она, скорее всего, займет больше времени. Это такой длительный процесс. И он прежде... Вы работаете только на этих восьми улицах? Нет. В целом в городе Твери. По этим восьми улицам... С какого времени начнется вот это уже? Время пошло. Время пошло с 10 октября. А, то есть, дорогие реклама-размещатели, бегите отколупывать, да, все, что вы наворотили. Вы сразу не отколупываете, закажите сначала качественный дизайн-проект, который должен быть представлен на согласование. Мы его одобрим. То есть, верно, я теперь понимаю, что никто сам по себе не может. Вот, решил, заказал, повесил согласование. Конечно. А если повесить, то самопально? Штраф. Большой? Ну, в зависимости от того, физическое или юридическое лицо. Ну, какое физическое лицо будет вешать себе вывеску? Здесь же и трону быков. Есть и индивидуальные предприниматели. Ну, хорошо, допустим. А если все-таки какой-то магазинчик там? Несите его, пусть небольшой. До пяти до пяти тысяч рублей, а если нарушение повторное, то штрафы удваиваются. И, соответственно, можно работать по штрафам с определенной регулярностью, и за год можно получить несколько штрафов по одному и тому же эпизоду. Я бы пожелал всем спокойнее относиться к тому, что нужно разработать нормальную вывеску, прийти, согласовать, и тогда проблем нет. Человек может сам ее нарисовать. Ну, мало ли, может, не у художественного образования. Если у него художественное образование, пожалуйста. Ну, просто... Ну, согласовать надо. Да. Но он должен понимать, когда ему говорят, что вот, извините, вот здесь вот нужно поправить, вот тут она слишком широко, вот хорошо бы вписать ее там, допустим, в габарит, там, портал или окон. Вот, он должен это понимать, и тогда у него, вот, ну, не будет каких-то противоречий. А иногда бывает как? Нам приходится согласовывать вывески. Нарисовали сами. Вот. Мы говорим, вы знаете, ну, вот это вот, ну, никак вот она не лезет, куда-то она уползла. А он вам, а я художник, я так вижу. Нет, он говорит, а что, я хочу так, мне так нравится. Да. Ну, вот это вот неправильный ход. Все-таки надо немножко доверять профессионалам. Да. Поэтому мы просим обращаться к дизайнерам. Профессиональным художникам, архитекторам. Да, и к художникам, да, и к архитекторам. Они есть и в рекламных компаниях, они есть в проектных фирмах. Вот мы с ними работаем. Я хотел бы обратить внимание всех телезрителей и радиослушателей, что никакой компанищины, особенно там, репрессий, не будет. А как будет? Сначала будет проведена работа по разъяснению. Вот, вот это тоже согласитесь. Кто-то может искренне не знать. Да. Конечно. У нас не такой большой набор улиц. Соответственно, со всеми предпринимателями без исключения эта работа будет проведена. Ну, а если он новый, вы провели работу, а он только арендовал через месяц после проведения работы. Такое бывает. Да. Ну, что же делать? Ну, это будут исключения, с ними мы отдельно будем тогда встречаться. И будут даны рекомендации, что необходимо сделать. Будут даны примеры. Вот. И после этого, еще раз, мы расскажем, что можно получить возмещение части расходов, которые придется понести. Соответственно, если после этого никаких действий не будет предприниматься, тогда только мы будем начинать говорить о том, что у вас уже время подходит и с 10 октября 2020 года у нас появляется право применять по отношению к вам административные меры. Уважаемые предприниматели, отнеситесь к этому все-таки с пониманием и сделайте так, чтобы и вам было не стыдно, и городу, и жителям было приятно. К вопросу тоже. У нас другая бывает крайность, когда вывеска откровенно дешевая. Ну, человек экономит на подсветке, на том, на всем, просто, грубо говоря, какая-то табличка. Такие вывески и должны остаться, на ваш взгляд? Может, наоборот, они и должны остаться? Не в цене дела. Не в цене. А в ее проработке, когда, в общем-то, она может очень красиво быть там прописана, что ли, я не знаю, отпропорционирована. Поэтому даже трафарет может быть в какой-то степени. И то это может быть вывеска. У нас же нет ограничений по материалам. Нет, тут уже, опять-таки, ну, кто-то скажет, что речки центр. Опять-таки, знаете, может, телезрители и кто-то подумают, что раз такие пироги, то вывески должны, знаете, такие, может быть, в духе вот этих прибалтийских городов. Вот, знаете, вот эти металлические всякие, такие флюгерки и так далее. Вот это нормально для исторического города? Может быть, все. Или не надо косить под Прибалтику? Нет, вы знаете, Прибалтик хороший пример. У них очень качественные, очень вкусные такие вообще рекламные какие-то и информационные конструкции. Вы знаете, единственное что, не надо использовать всякие экраны, бегущие надписи. Вот, кстати, еще один момент. И мелькалки, вот эти всякие типы вот аптеки, зеленые кресты на фоне светофоров, это очень, конечно, раздражает. Вот, так это, экраны что, останутся вот все эти бегущие надписи и так далее? Экран только может быть за витриной у себя, внутри. Но снаружи ничего этого не должно быть. Интересно. Хорошо. Еще один момент. Штендеры. Ну, штендеры. Ну, да, вы так вздохнули сразу. Штендеры, это так называемые такие уличные приспособления, которые около входа стоят в виде пирамидок. Не так давно были внесены изменения в наши городские правила благоустройства. И штендеры у нас теперь не используются. Использовать их нельзя. Специально будут идти по улицам, обращать внимание. Штендеров раньше, раньше позволялось ставить штендеры только общепиту какому-то. Там и то в радиусе 10 метров от входа. Вот, если их плохо видно, если они где-то там во дворе находятся. Вот. Давайте вот как бы цивилизованно. Штендер действительно такая штука. Он падает. Стоянно. Я не знаю, он грязный. Выпинают. Он мешает проходить, если честно. Да, он стоит на тротуаре. Исторические центры, тротуары-то вот такие. Зачастую видно, что штендеры могут быть украдены. И чтобы это не происходило, их цепочками привязывают к заборам, к столбам. Почему нужен чужой штендер? Я вообще не могу понять, кому это нужно. Тебе метафакт, да. Вот это как раз и производит то самое не очень приятное впечатление о городе, если все вокруг выглядит вот таким образом. А реклама заведения в виде той или иной световой фигурки, скажем так? Там, не важно, какой-нибудь петух, девушка красивая, все что угодно. Это как? Тоже согласовывать надо. И мы не против всяких новаций. То есть вы не радикально против? Нет, новаций только за. Чем интереснее будет среда городская, особенно если это променадная какая-то зона, тем лучше. Но везде должна быть определенная логика, что ли. Вот я уже говорю, соподчиненность городской среде, общей среде. То есть, ну, если кто-то один там взял, а я вот хочу здесь поставить, условно говоря, огромного козла. Ну, вот он должен показать, какого козла он должен поставить и где. А не так вот, чтобы вот сейчас вот он поставит, тротуар перекроет, и козел будет козлить в силу инц. Да. Мы когда готовились к выпуску данных документов, мы предполагали, что будет критика, ряд негативных замечаний. Мы к ней готовы. На самом деле, это достаточно гибкий инструмент, дизайн-код. И если у нас будут возникать какие-то противоречия, в любом случае, это все будет подлежать обсуждению. Но в целом, концепция должна быть внедрена у всех, вот особенно на этих наших улицах. Потому что это лицо. Это лицо нашего города. Ну и, как говорится, код должен меняться, а в данном случае развиваться. То есть, он будет реагировать на время. Не какая-то дума, как приняли в 19-м году, все. Он будет развиваться, чем-то наполняться, что-то будет отметаться, если это не нужно и лишнее. Или там, как бы, оно противоречит, в общем-то, здравому смыслу. Поэтому здесь, в основном, будет интерактив. Но, Алексей, вот это сказал, это не будет означать, что сегодня предприниматели сделают вывеску в одном стиле. Нет, конечно. Через два года мы их попросим сделать в другом стиле. Дорогие телезрители, у нас реклама, буквально три минуты, потом подведем итог программы, а вы еще можете задать вопросы. 300-190. Дорогие телезрители, у нас дискуссия продолжается, у нас пока, говорят, звонок. Здравствуйте. Добрый день. Да, только очень быстро, пожалуйста. Добрый день. Хотелось бы услышать, планируется что-то делать с тротуарной плиткой в центре города? Там где-то провалено, где-то вообще в ужасном состоянии. Идешь по центру города, стыдно. Спасибо большое. Конечно, планируется. Где, в первую очередь, Трехсвятская, наверное, телезритель интересует? Вообще, у нас самое главное, у нас опять наш крест, это вот Трехсвятская, Степана Разина. Вот, и здесь мы будем, вот, как бы, отсюда будем расползаться дальше по городу, как говорится, со всеми элементами благоустройства. Ну, сроки-то можно назвать? Телезрители уже интересные. Ну, сроки. Начинаем все равно с проекта. И мы хотим сейчас вообще завести международный конкурс на реконструкцию вот этой вот пешеходной улицы от Волги до Лазури. Да, Трехсвятская. Вот это будет стартовая вещь. Потом у нас пойдет набережная Степана Разина, Вольного Новгорода, которые тоже сегодня, они уже сложились, как такие вот улицы, со своей спецификой. Там набережная, это променад, Вольного Новгорода. Там на одном пятачке восемь кофешек, кофейных заведений собрано. Да. А благоустройство там на этой улице до сих пор ходим вдоль какой-то канавки там, которая между тротуаром разбитым и газоном. Конечно, ей надо заниматься. И сегодня уже и бизнес, сообщество, которое там вот, значит, работает на этой улице, оно уже готово. Да, они уже пишут даже вот свои пожелания, чтобы начали заниматься этой улицей. Дальше, в общем, будем идти в разные стороны. Тротуары точно будут. Ну, просто правда, я телезрителя полностью поддерживаю, потому что, ну, правда, ужасно. Особенно, говорю, причем вроде набережную Разины не так давно делали, но там вроде это брусчатка, но такое впечатление, что, я не знаю, по ней, что танки ездили, что она вся буквально вытерлась. Я не понимаю, как так было. Ну, это качество брусчатки, к сожалению. Ну, кто принимал работу-то? Понятно, не вы, ваше предшествие, но тем не менее. Господа, у нас буквально две минуты. Скажите, мне вот интересно, а уже есть какие-то примеры, когда вот предприниматели от клипа сказали, а я переделаю? Допустим. Или сами даже захотели. Есть примеры. Есть примеры, да. Когда Питулько услышали, например, кто-то там, что надо будет приводить в порядок свои, значит, информационные конструкции, например, там, магазин и фроша. Да, взяли, переделали, качественно переделали свою надпись, витрину. То есть, Питулько, например, уже есть. Да. Я могу так сказать, что мы же разработали рекомендации к вывескам, и градостроительный совет их рассмотрел еще летом этого года. И все, кто сейчас приходят, предприниматели, вне зависимости от улицы, на которой расположен их объект, за согласованием вывесок, им эти рекомендации показывают и просят следовать. Соответственно, центральным улицам мы будем оказывать особое внимание, а вообще-то эти требования, они постепенно будут внедряться во всех частях нашего города. Вот, да, завершая разговор верно, я понимаю, что даже в новостройках высоты эти микрорайоны и там тоже это будет. Да. То есть, не нужно надеяться, что нас это пронесет. Не, не пронесет. Нет, конечно, в общем-то, потому что 21 век, он везде. И даже в Брусилово, Мамулино, Южном и так далее. Конечно. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сегодня говорили о том, что в Твере появляется свой дизайн-код, поэтому хочу обратиться в первую очередь к предпринимателям. Дорогие предприниматели, владельцы офисов, магазинов и так далее. Захотите сделать вывеску, пожалуйста, обратитесь к консультации, возьмите профессионального архитектора и художника, не тратьте ваши деньги впустую, пожалуйста. И согласуйте потом, как выясняется теперь уже с городадминистрацией, чтобы мартышкин труд не был, чтобы не было ему обидно за бездарно потраченные деньги, чтобы в конце концов наш город действительно стал превращаться в подобие, все-таки говорят же, Петербург-уголок. Значит, он должен быть уголком во всем, в том числе и по вывескам. Спасибо большое, дорогие гости. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо за приглашение. Спасибо.